По итогам прошедшего сезона команда Заречья-Одинцова заняла пятое место в Суперлиге. Она сыграла и за Еврокубок вызова. Год назад состав изменился, ключевые игроки перешли в другие клубы. Сейчас на площадке мы видим обновленную команду. Тренер считает, что помолодевшая Заречья добилась хорошего результата. Девушки уже успели сыграться и впереди их ждет большое спортивное будущее. В течение сезона работали в основном с молодежью. Это Воронкова, Малыгина, Юринская, Спирская, Лазаренко, Курносова. Как результат, очень отрадно, что наши девочки Воронкова и Малыгина попали на Олимпийские игры в составе национальной команды. Сейчас играют в Рио. Поэтому болеем, конечно, за них. В новом сезоне к Заречью присоединились и девчонки 98-го года рождения. Игроки молодежной сборной России, чемпионки Европы. Сейчас занятия спортсменов проходят в усиленном режиме. Основной упор на физическую подготовку. Недавно началась работа с мячом. Технические задачи без выполнения тактических моментов. Впереди непростой национальный чемпионат. А это значит, что сил нужно много. Девочки из команды переживают за Дарью Малыгину и Ирину Воронкову. Конечно, болеем за девчонок. Рада, что они уже вышли из группы. А там дальше будем смотреть, болеть. Хоть игры и поздно, все равно смотрим, болеем за наших девчонок. Особенно там две девочки из нашей команды. Даша и Ира. Болеем, переживаем. Молодцы девчонки. В матче 1-4 финала волейбольного турнира Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро российская команда встречалась со сборной Сербии. Игра проходила на арене Маракана. И закончилась победа сербик со счетом 3-0. Матч продолжался всего чуть больше часа. Таким образом, сборная России, хорошо прошедшая групповой этап, прекратила выступления в соревнованиях. Сами спортсменки говорят, что сегодня им не повезло. И главный враг для них они сами. Не хватило времени и сил собраться. Дарья Сутягина, Алексей Логутин, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.